А буквально несколько часов назад в Бресте разрешилась главная футбольная интрига года. Событие, которое оценить глубоко, мы можем видимо спустя какое-то время. Отныне чемпион Нибате, Брестская Динамо чемпион Белоруссии. Команда с огромными амбициями, которая в перспективе планирует построить и свой стадион мирового уровня. Высокий градус счастья испытали и футболисты Брестского Динамо, и конечно же их блестящая армия поддержки. Фанатские трибуны на протяжении сезона создавали уникальный антураж. И такую команду поклонников футбольного искусства подвести было нельзя. У нас еще будет возможность аналитически подойти к разговору о клубе Динамо Брест, как и о большом проекте. Пока же сконцентрируемся на эмоциях, ведь именно за них мы и любим игру номер один. Андрей Козлов собрал исторические кадры в эксклюзивный репортаж. Прямо с колес. В такой исторический день хотелось зафиксировать в памяти каждую деталь, несмотря на то, что чемпионом еще нужно было стать. Однако чемпионский импульс брестские болельщики чувствовали всем сердцем. Первый эмоциональный взрыв случился на 37-й минуте. И это на фоне тяжелой игры. Витебск лишь раз допустил отсечку в обороне. Второй темп с 45-минутным долгожданным чемпионством. Кубок лучшей команды страны как минимум на год прописан в Бресте. Ну вот именно так происходит чемпионство Беларуси спустя 15 лет. В гегемонии Борисовского БАТЭ титул лучшей команды Республики Беларусь как минимум на год останется в Бресте. Дальше это предсезонка. Дальше это подготовка к играм в Лиге чемпионов. Вы на группу настраиваетесь? Скажите честно. Мы отдаем себе чест, что мы будем начинать не сеянными. Может в каждом туре в квалификации выпасть сильный соперник. Но какая нам разница? Мы к этому ушли и мы попьем крови кому угодно. Зачем вам это нужно? Вот объясните зрителю, который может даже далеко от футбола. Настолько любите этот вид спорта? Я людей люблю. И плюс это дань детству. Мы белосиние беде, непобедимое беде. Наши имена напишут, там победа. Березь и славная машина, машина, мы как Динамо. Ну вот собственно сам главный трофей, который хочет потрогать, как мы видим. Не только каждый футболист Брестского Динамо, который безусловно его завоевал, но и каждый болельщик, который здесь заполнили все футбольное поле Брестского. У нас такая формула сезона, что по параду... Давай, 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 чемпионы! Эй, чемпионы страны! Эй, чемпионы страны! Эй, чемпионы страны! Когда совсем чуть-чуть отстыли от эмоций, пришло понимание. Брестский коллектив уникален по всем параметрам. Кроме грамотного и поступательного менеджмента во всех сферах клуба, это искренний живой коллектив, где каждая интереснейшая личность и местами даже сентиментальна. Ну, банда у нас уникальная собралась, да, вот и позитивная. Ну, в чем секрет? В секрет? Да не знаю, в чем секрет. Наверное, прежде всего в коллективе. Это главный, наверное, наш козырь, я бы так сказал. Вы видите, мы когда надо бойцы, мы когда душа требуют, мы плачем. Поэтому сегодня реально это было очень трогательно. Вы, главное, что не только чемпионом стали, а Лигу чемпионов себе обеспечили впервые за много лет. Это же гимн, да, подъедет сюда. Нет, гимн, ну, это если вы до четвертого раунда доберетесь. Если с чемпионами попадем, чемпионы с чемпионами. А гимн только с четвертого раунда начнется? Нет, нет, почему? Если чемпионы с чемпионами, то, может, и раньше. Ну, вы мечтаете услышать этот гимн? Конечно. Мы же сыраем. А этот состав способен на группу? Конечно, почему нет? Вы сомневаетесь? Ну, так и все, и мы тоже. Все, удачи вам, спасибо большое. В следующем сезоне Бреска и Динамо поздравил и президент Беларуси Александр Лукашенко, который сам играл в футбол и постоянно интересуется видом спорта номер один. Благодаря профессиональному подходу вы смогли без государственного финансирования уверенно стать на ноги, покорить сердца многочисленных болельщиков до отказа заполняющих трибуну споркомплекса Брески. Вы доказали, что мечты становятся реальностью, а цель достижима, если двигаться к ней настойчиво и решительно. Пусть успех команды из города над Бугом послужит примером для других клубов и даст новый импульс развитию футбола. Говорится, поздравление. Брест, очевидно, будет гулять всю ночь в лучших традициях лучшего европейского футбола. Динамо-чемпион, который способен будущим на многое. В главном эфире из чемпионского Бреста Андрей Козлов, Денис Гатила, Игорь Квитковский, Игорь Высоцкий.